Идея о том, чтобы снять это видео, появилась в моей голове абсолютно случайно. Я просто решил выйти за покупками без телефона и без наушников, то есть полностью с пустой головой, так сказать. Слушать звуки природы, слушать, что говорят другие люди, потому что как-то меня немножко информационный шум утомил. И вот отдавшись эскадрону своих мыслей шальных, я где-то в отделе с круассанами немножечко эмоционально себя загнал. Не в смысле загнался я до какого-то кризиса, в смысле что у меня опять какие-то проблемы. Упаси Господь, слава Богу, у меня ничего с видео про одиночество не поменялось. Дела у меня до сих пор лучше всех, несмотря на весь тот кошмар, который нас стал окружать. Темы у этого видео как таковой нет. Это не влог, в котором я о чем-то рассказываю, это не видео про комиксы, это не видео про кино. И вообще по идее этого видео не должно даже быть. Оно мне не вкладывается вообще никуда, потому что я хотел снять видео по доктору Стрэнджу, на которого я сходил. Я хотел снять мнение по лунному рыцарю и миротворцу, которых я посмотрел. У меня на следующей неделе поездка в Барселону, это тоже контент. И у меня вообще давно еще висит запрос снять видео по городу Бэйна, который я прочитал. И вот у меня до сих пор руки не дошли снять видео. Но раз душа просит, то наверное нужно снять то, что она просит. И начать я хочу с простого вопроса. Как дела? И это не такое, как дела, как у других блогеров, господи, звучу, конечно. Что вот это вот не такое, как у других. Нет, мне правда интересно, как дела у тех 145 человек, которые сейчас тусуются на канале. 145 это же получается круглое число. Это круто. Вообще аудитория на этом канале довольно своеобразная получается. То есть тут есть люди разных полов, разных гендеров, разных возрастных категорий, даже разных гражданств и национальностей. Кого-то я знаю лично, кто-то меня вообще никогда не видел. А кого-то я знаю вот столько же, сколько я знаю сам себя. Да на этот канал даже поначалу моя бывшая девушка была подписана, если верить статистике правильно. Прикольно, что на этом месте объединяются люди, чтобы послушать, что я им рассказываю. И вот я иногда сижу и такой загоняюсь, блин, что-то как-то вот слабенько все это растет. Кто там, ребят, снимает какое-нибудь видео, он выстреливает там на 100 тысяч подписчиков, на 10 тысяч подписчиков, даже на тысячу подписчиков. Просмотры просто бешено, а у меня иногда там за сотку не переходит. А потом я вспоминаю, как я читал презентации, например, перед аудиторией в 30 человек. Мне казалось, что это дохрена, когда 30 человек, 60 пар глаз просто на тебя смотрят. Сейчас вспомню, что меня смотрят 145 человек, и это еще больше, это в три раза больше получается. Это четыре раза по 30, почти пять. Это же дохрена тоже. Вот тут получается относительно чего смотреть, да. Я с первого дня говорю, что я не гонюсь за цифрами, это для меня не показатели. Я даже перестал статистику в какой-то момент просто смотреть, чтобы это не превращалось в очередное. А какую превьюшку сделать, а какой заголовок по кликбейтести сделать. Превью надо сделать такое, чтобы оно было не кликбейтное, а просто красивое. Заголовок должен быть интересный. История. История каждого видеоролика, она все равно самая важная. И звук. История и звук, да. Картинка может быть шакальной, но звук должен быть всегда хорош. Так вот, возвращаем все к вопросу-то. Каково у вас дела? Как пожелаете, что делать? Не стесняйтесь, да, и не бойтесь написать об этом в комментариях. Во-первых, это ролик поможет продвинуть, а во-вторых, всегда приятно, когда под роликом есть какая-то дискуссия, когда там есть живые люди, получается, что это, ну скажем так, произошла обратная связь, обратная коммуникация. Это для меня намного ценнее, чем просто какие-то безличные просмотры. Это, конечно, абсолютно великолепная история. Произвести переоценку своих ценностей из-за того, что ты решаешь дилемму о том, можешь ли ты позволить себе купить круассан или нет. Суть-то какая-то из ситуаций, да, там. Я сейчас на таком очень своеобразном бюджете, то есть у меня как бы деньги есть, но как бы их нет. То есть они есть, но мне нужно еще оплатить общежитие, мне нужно оплатить телефоны, они мне нужны, чтобы подтвердить визу, потому что у меня заканчивается моя сейчас начнется эта эпопея с подтверждением визы. Это как бы в моей системе ценностей, это в любом случае не мои деньги. Ну, то есть это не деньги, которые я заработал своим трудом. То есть своими деньгами, я считаю, только те деньги, которые я получил, либо за работу, либо в качестве, да, там, ваших донатов на Бусти. Не на Бусти, на Донейшн Алёртс, да. Мне сбудет, нативная интеграция. А остальное, это, конечно, да, когда что-то подарит, ну, да, еще можно что-то посчитать. Но в остальном это, конечно, ну, это в моей системе ценностей, я баран упертый, я так воспитанный. Кто-то к этому относится легче, кто-то тяжелее, кто-то более принципиальный, кто-то менее принципиальный. Не суть важная. Суть в том, что, да, там, определенное количество негативных мыслей у меня связано с моим финансовым состоянием. И вот, когда я стоял и выбирал, могу ли я себе позволить купить куросан или нет, во-первых, у меня в голове билось несколько мыслей. Первая мысль, это самая простая мысль, это о том, что это все-таки калории, и мы сейчас немножечко следим за своим здоровьем. Вторая мысль была, о том, что я не могу себе позволить лишних трат, потому что, типа, нужно экономить каждую копейку, потому что нужно это все сейчас подтвердить. А третья мысль была, а если вот херак и завтра все? Вот. Херак и атомная война. И что дальше? Буду ли я завтра сожалеть о том, что я вот купил тот куросан или нет? Куросан, кстати, по итогу купил. Вкусный был, зараза. Но мысль, которую я аж вслух себе проговорил, это, Ваня, тебе 28 лет, а ты стоишь и копейки свои считаешь. Можешь ли ты позволить себе куросан или нет? Тебе не кажется, что ты в своей жизни, получается, что-то делаешь не так? И я такой, ну, получается, что да, я даже знаю, как это все нужно исправлять. А вопрос-то в другом, почему я этого не делаю? Этот вопрос, конечно, очень важный, на который тоже есть ответ. И вот если отдалиться от практического решения проблемы и просто рассмотреть эту ситуацию как сферическую, в вакууме, как пример, то очень много вещей в своей жизни, может быть, вы себя в этом узнаете тоже, да, я откладываю на потом. Ну, то есть я могу их сделать, но сейчас что-то не хочется. И потом вот это количество дел, оно накапливается, обрастает еще большим количеством вторичных дел, которые прорастают из этих, в том числе как эмоциональная нагрузка и прочее, и это становится невыносимо, происходит невыносимая тяжесть бытия. Вот это, конечно, хочется. Наверное, это можно назвать взросление, хотя, знаете, мне 28 лет исполнилось, да, и я, кажется, полностью в своей жизни отметаю термин взрослый, потому что нет взрослых людей. Есть просто люди, которые берут на себя ответственность несут ответственность и на этом все есть те кто берут много ответственности их наверное можно считать взрослым есть те кто несет мало ответственность их можно считать детьми а вот этого разделения то что какой-то момент тебя ударит и ты станешь ого-го каким взрослым на которых ты смотрел в детстве вот так вот с разъянутым ртом ну такого не бывает не будет такого что меня шандарах нет 40 я такой да я взрослый но я надеюсь что к этому моменту просто до расту до того чтобы нести больше ответственности чем я несу сейчас ответственность и даже вообще что ответственность это значит что ты понимаешь что за твоими действиями идут какие-то последствия и вот откладывая какие-то вещи на потом наверное подсознательно я откладываю последствия за эти действия как положительные так и отрицательно что удивительно но вообще не сейчас хотел такие загоны цитируя но из-за им все в рот как у них песни был в рот я ваш первый канал и второй канал тоже вот вот я вот тоже те же самые действия произвожу со своими загонами вот мне кажется осознание себя как агента своей жизни который сам несет полностью ответственность за свои поступки и понимает и принимает эту ответственность и принимает жизненно важные решения это есть наверное самый важный этап жизни у кого-то наступает раньше у кого-то позже у меня он видимо ступил вот когда мне столько вот 28 лет поздно ли это рано ли это опять же это вопрос относительно чего смотреть я вот недавно обсуждал с родителями о том что когда мне было 26 вот когда моим родителям было 26 у них уже был я ребенок с другой стороны в свои 28 мои родители не оказывались за границей во время того как сначала была мировая пандемия потом твое государство развернула специальную военную операцию на территории другого суверенного государства пишите что вы тоже думаете по этому поводу по поводу взросления по поводу ответственность потому что как я сказал на этом канале есть аудитории разных возрастов разных национальности разных взглядов возможно с кем-то мои взгляды будут совпадать с кем-то нет интересно всегда услышать чужое мнение и как это возможно чему-то из него научиться а может быть оспорить диалог это одна из довольно важных вещей которые к сожалению сейчас ну и не хочу говорить голословно утрачивается но если посмотреть на все большие так сказать стыки интересов стыки идей то там все перерастает в срач ну то есть именно конструктивный диалог он не выстраивается конструктивный диалог это он все-таки когда человек не только что-то рассказывает но также потом мы слушаем что ему говорит другой человек иначе это просто ты говоришь какой-то стеночкой фоном также не прикольно прикольно говорить с кем-то ведь что человек слушает ему тоже интересно что мы что сказать что-то оспорь даже когда вы спорить это все равно лучше чем просто молчание да иногда бывает ситуация когда просто можно с человеком молчать мне сейчас хочется говорить наверное мне просто не дает еще покоя вот касательно диалога моей идеи о том чтобы рано или поздно из этого все выросло какое-то комьюнити которая бы сформировалась вокруг моих мыслей вокруг моих влогов вокруг моих каких вещей хочется создавать что-то что влияло бы на жизни других оказывалось бы так сказать вот в реальности прикольно когда ты делаешь что-то и это что-то оказывается в реальности другой человек хороший пример был кто не знает я писал стихи в свое время когда мне было плохо тоже когда мне хорошо стихи не пишутся я когда мне было плохо я написал несколько стихотворений на два сборника получается на там 1 и 2 хаотической атаки и я понял что у меня что-то получилось когда я увидел что эти стихи цитируют мои какие-то друзья и знакомые даже до сих пор иногда вспоминают и вот тогда в моей голове что-то такое прям было вау я не просил их этого дела ничего я просто выкладываю стихи в паблик они такие клёвый стих я его вот выложу себе в сторис или голосовуху запишу или там спрошу у тебя разрешение можно ли кавер на этот стих сделать то есть это было создано что-то что появилось и обрело смысл в жизни другого человека кому-то смысле это продолжение моей концепции цифровом бессмертии потому что я верю в то что человек жив до тех пор пока о нем помнят другие полное забвение происходит и полное умирание человека происходит лишь после его до окончательного забвения когда стирается полностью все его упоминания когда он пропадает из всех книг ну то есть первая стадия это когда умирают все те кто знал тут человека живым вторая стадия когда он пропадает отовсюду вообще в каком-то смысле вторая стадия для меня наступит вряд ли время она может наступить домой канал сотруд мои видео пропадут жесткие диски все сгорят ноутбуки сгорят и все просто вот все что делать горят все фотоальбомы и так далее дату такой вариант возможен как уже говорил мы живем к сожалению в том таймлайне когда ядерная война все еще может случиться абсолютно кстати постмодерн касательно этой ситуации виду сложившееся законодательство российской федерации я не могу во всех эпитетах описать свое отношение к происходящему театру кошмары и ужаса но кроза на лично общаются они знают насколько для меня эта тема болезненно потому что я и скажу так по жизни пацифисты насилия не приемлю особенно я не приемлю лицемерия какой-то лыжи а то что сейчас происходит это ну ребята этот называется постмодерн это когда есть какие-то смыслы а под этими смыслами подразумевается ничего или что-то другое абсурд театр абсурда воистину есть классные на книги на эту тему про театр социума по моему не помню точно как называть но она основывается на том там концепция такая что все люди во время так сказать своей жизни вот они придерживаются какой какой-то вот маски и типа играть свои роли и вот весь этот театр и все прекрасно понимают что это театр что уж фильма трещит по швам но все все равно продолжают верить что все так и должно быть а это еще хорошо рассказать в игре вампир bloodlines маски рейд по моему так называется к жизни не играла только слышал про нее и смотрел на него разбора там общество вампиров существует есть общество людей вот и вампир они живут в тени и игра так называемый маскарад то есть они придерживаются своей маскировки чтобы не нарушать мир и порядок и у них там есть свои иерархи у людей свои иерархи вот погано что не придерживаться маскарада и вот сейчас как никогда я этот маскарад вижу вижу как кто-то его придерживается до последнего и не не встать не выйти не не наслаждаться действием с другой стороны мне за последнее время довелось пообщаться с многими людьми из украины как с теми кто переехал до сложившихся так сказать действий так и с теми кто уже приехал после прекрасные люди кстати да не идеально у каждого своя история но абсолютно обычные люди чья жизнь просто вот по щелчку пальцев казалось совершенно другой весь в общем скрат он идет уже сколько то получается больше больше 50 дней до уж больше 60 наверное конца и краю этому всему не видно это не упаднические мысли это просто рассуждение вслух вообще 9 мая на носу я надеюсь что этот подкаст был до 9 мая кстати в чехии интересный факт празднуется 9 мая а 8 ситуация из вот описываться очень хорошей фразы на самом деле ты или живешь достаточно мало чтобы умереть героем или живешь достаточно долго чтобы стать злодеем как применить фразу к сложившейся ситуации я оставляю вам на откуп то думаю мое отношение тут очевидно да вот 9 мая да я кстати никогда не смотрел аппарат на 9 мая ну вот у меня в отложенном на ютюбе на одном из аккаунтов висит парад по моему из 2013 года я так не посмотрел не люблю военную технику в детстве любил лазить по ней в городке а так особенно это после армия осталось когда ты стоишь вот возле кого-нибудь танка или еще чего-нибудь и такое крутая вещь весом много-много-много тонн созданная для того чтобы просто убивать людей для меня 9 мая это всегда день немножко траур на это как пелась ту песню за праздник со слезами на глазах потому что огромное количество людей отдали свою жизнь чтобы мы могли жить мирное время а сейчас берутся вот те смыслы за которые уже отданы жизни и переначиваются во что-то совершенно другое в наступну в моей системе ценностей моей системе координат может ее как угодно называть инфантильный мир любил и прочим но это совершенно не укладывается но то есть нет ни одной точки зрения ни одного аргумента который бы я мог принять как хоть сколько-нибудь валидное оправдание происходящего и уж тем более да когда на 9 мая на день когда за наступление которого умерли не единицы не десятки не сотни тысячи и сотни тысяч людей по всему миру этот день используется как браться не оружием и наращивание милитаризма я вот вам честно скажу я когда из армии вернулся я я до сих пор не хочу смотреть ни на что военное единственное что я могу смотреть ну наверное ну на автомат калашников потому что с автоматом калашников познакомился еще до армии и вообще у и у хоруса потом дать нет лишь панфу проекта увечья было да там прекрасно трючка про время запастись оружием и у фита джо и бдс с кем-то там тоже есть прекрасные строчки о том что приближается армагеддон и пора боже инвестировать в пару стволов если переводить это с английского на русский а в остальном видеть вот этот бахваль ства огромными ракетами которые могут забрать тысячи жизнью нет стран для меня 9 мая то вспомнить о том что эта война коснулся моей семьи другой страны от меня матушка недавно рассказала то что за время войны никто из моих родственников да не скурился они мародерства у не занимались какой-то на то малодушной деятельностью они прошли вот данные испытания с честью и все мы тоже можем до упавший на нас вот это вот все тоже пройти с кого-то честью я вот это все говорю да я говорю с позиции человека который нахрен находится вообще в другой стране у которого вот реально дела лучше всех на людей нахрен бомбы падают бомбы падают за ни за что вообще что это такое почему это происходит какие могут быть оправдание происходящего я не знаю настолько абсурдный пост модерн что слов нет да и эмоции уже если честно тоже нет и вот это вот ворох мысли вот он у меня роится и сейчас туда еще добавляется сессия на следующей неделе ну как сессия предсессия то чтобы я мог хотя бы попытаться что-то дознать до основной сессии и уехать на неделю на гран-при вот на самом деле а идея то что я еду в барселону для меня до сих пор она как тут теплится что это круто и прикольно но это настолько в духе нашего хаотик трипа с антоном что вы даже просто не представляете то есть мы покупали билеты еще в ковид на эту всю идею мы не знали будто ли открыты границы или нет потом случается специальная военная операция все вообще летит просто к чертой матери а мы какие-то бог ухитряемся поехать смотреть формулу-1 потому что дипломаты мы однажды придумали потому что это хаотическое путешествие это путешествие на зло всему мне кажется в принципе что все что я достигну в ближайшее время но вот реально как я говорил с начала этой поездки она не благодаря но вопреки нахрен вообще всему вот его вопреки вообще попутный ветер ну вообще ни хрена не дует иногда да какие-то вот бывают дуновение ветерка например дата тут стипендию какую-то получил да тут что-то по прикрыл стук донатик прилетел но в остальном это конечно ты просто на своих двоих гребешь на этом долбаном плоту в надежде на то что рано или поздно ты приплывешь к земле потому что ты понимаешь что ну где-то же земля же есть ты же не по кругу блин плаваешь мне не хочется чтобы этот подкаст да пускай это будет подкаст чтобы этот видео подкаст был каким-то негативным или депрессивным я говорю эти мысли не для того чтобы еще больше да усугубить какую-то ситуацию или еще что-то не то говорю те мысли потому что если их не говорить можно самого себя сожрать изнутри даже просто вот вы говорится хотя бы на камеру и что другой человек на другом конце интернета тебя послушает это уже прикольно вы тоже потом можете кому-то вы говорите да и таким образом нам всем станет чуточку полегче рано или поздно это все закончится все заплатят по своим обязательствам и дай бог на нашем веку больше ничего такого происходить не будет но кто знает расскажи господу богу о своих планах вы вместе посмеетесь мне же хочется верить лучше да хочется верить лучше не терять надежду на лучше такое вот интересное видео получилось надеюсь вам было интересно его смотреть слушать может быть вы для себя что-то новое узнали может быть нет может быть вы в чем-то разочаровались может быть нет я не знаю мое дело простое снять смонтировать выложить ваше дело посмотреть или не посмотреть еще увидимся в руки ваш первый канал и второй канал тоже третий канал тоже тот еще колды и четвертый если честно я смотреть бы не стал по мне так что 5 канал что 6 такое же отстой как 7 и 8 9 10 50 куда не включи кругом одни дегенераты сколько кнопками ни щенка на пульте нормального ничего не показывают нигде я так устал из-за этого всего этого говна и вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего телевизор выкинул на окно авторитета местного ну и что мне рок звезда идите на из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на окно Таритета местного, ну и что, диорог, звезда, идите на.